Друзья, всем здорова, с вами проект Ferrum.com и я Сергей Шихайлов, спонсор этого видео, моя простуда. Моя простуда, не благодарите за кашель, сопли и тупники. Сегодня мы будем говорить про Honor 6x, который к нам приехал из интернет-магазина Gearbest.com. Ссылка на этот продукт будет ждать вас в описании этого ролика на YouTube. Там же будет ссылочка на кэшбэк, который будет помогать вам экономить на покупках в интернете. Аппарат суммарно приятный, аппарат суммарно неплохой. Я в курсе дело, что уже есть Honor 7x, но сегодня мы поговорим про старичка. Я думаю, он многих сможет заинтересовать. Естественно, начнем с внешнего вида. На фронтальной панели у нас находится 2,5D стекляшка, такая симпотная. На экране у нас выводятся кнопки, то есть тут физических кнопок нет. Над экраном у нас разговорный динамик, фронтальная камера и датчики приближения и освещения собраны вот в одну такую вот каплю. Скажем так, стекляшка, как я сказал, уже 2,5D, палец радуется, все как обычно. На тыльной стороне, которая у нас вот в этом месте представлена металлической пластиной, находится сканер пальца, сдвоенная камера, вспышка. Тут у нас находятся два пластиковых таких вот фрагмента, за которыми, скорее всего, прячутся антенки. На правом ребре кнопка включения и качелька громкости. На левом у нас находится только платочек под симки. Сверху я переведу резкость от греха подальше, 3,5 mini jack. Снизу у нас находится micro USB порт олдскульный и две зоны перфорации. За одной динамик живет, за другой разговорный микрофон. В принципе, к внешности устройства никаких вопросов у меня нет. В руке сидит он неплохо, невзирая на то, что это не маленький смартфон с не маленьким дисплеем, но благодаря вот этой вот немного слизанной форме к ребрам в руке устройство сидит действительно уверенно и это не может не радовать. Кстати, про характеристики мы сегодня, как мы обычно в быстрых обзорах и не говорим, и мы сегодня говорить не будем. Кому сильно нужны характеристики, все вот эти ваши мегагерцы, мегапиксели, дюймы и так далее, пожалуйста, ссылка на гербест в описании, читайте характеристики. Теперь мы будем говорить про очень важного обитателя корпуса этого аппарата, который называется сканер отпечатка пальца. Прислоняю палец на 3. Итак, блокировочка 1, 2, 3. Оп. 1, 2, 3. Есть. И 1, 2, 3. Есть. Как видим, сканер работает хорошо, не молниеносно, но достаточно оперативно. К нему у меня серьезных претензий нет. Будем двигаться дальше и будем переходить к экрану. Для начала мы по традиции смотрим на диапазон регулировки яркости. Автояркость у нас выключена. И как видите, благодаря темным обоям, реально кроме поисковой строчки гугла, сейчас на экране толком-то ничего и не видно. Ну и максимальная яркость, опять-таки, темные обои, но значки, которые светлые у нас в интерфейсе, они выглядят даже более чем ярко. К экрану в плане яркости вопросов нет совсем. Теперь я перефокусируюсь еще раз и мы смотрим на углы обзора. Поехали. По традиции всех IPS панелей у нас тут есть, условно скажем, муточки такие в плане насыщенности цвета и в плане контраста. То есть под критическими отклонениями картинка остается читаемой, но немного, скажем так, шалит. То есть читать можно вот под таким углом более чем комфортно, но я думаю под вот таким этого ни один адекватный человек делать не будет. Экран, во! Двигаемся дальше и будем говорить о звуке. Я открываю любимейший клип Дмитрия Леонидовича Рамштайнзоны и пока он у меня открывается, я быстренько комментирую звук в наушниках. Huawei всегда были красавчиками в моих глазах в плане звучания гаджетов через наушники. Вот в последнее время все их аппараты звучат как минимум очень неплохо. И Honor 6X это именно тот случай. Реально очень приятное звучание, реально более чем достаточно деталей, если у вас музыка в высоком качестве. Если вы используете наушники, не то говно, которое в переходе продается за полтора доллара, а хотя бы там, ну, баксов за 10, скажем так, вы звуком этого аппарата точно будете довольны. Крутяк. Итак, пожалуйста, как я и обещал, Рамштайнзоны. Громкость максимальная. И поехали. Суммарно неплохо, но откровенно можно было бы чутка получше. Еще чуть-чуть слушаем. Теперь опыт из реального использования на максимальном значении громкости у нас тут могут проскрипывать скаки. А точнее проскакивать хрипы. Я надеюсь, вы только что это заметили. Суммарно тут детали какие-никакие имеются, но максимальной громкостью желательно не пользоваться, потому что эта самая максимальная громкость немного портит общую картину. И, кстати, максимальный запас громкости с не самой орущей мелодией, возможно, не позволит вам услышать этот смартфон в кармане своих штанов где-то в шумном месте, например, там, на перроне, на вокзале, когда приходит поезд или что-то в этом духе. Ну, суммарно, динамик для прослушивания фильма, скажем так, в относительно тихом месте более чем сгодится. Переходим к камерам. Начнем с фронталки. Она здесь очень даже неплохая. Если в кадре просто достаточно света, то с огромнейшей вероятностью вы будете получать хорошие кадры, если вы, в принципе, знаете, как делать селфи, чтобы вам самим они нравились. Проверено в пасмурную погоду. Я результатом доволен. Относительно основной камеры, а вернее камер, потому что у нас тут сдвоенный модуль, скажем так, тоже, опять-таки, кадры более чем радуют. Динамический диапазон, правда, хотелось бы пошире, но и цвета передаются адекватно, и резкость более чем ок. Помимо того, эти камеры умеют блюрить фон. Людей, вернее, фон за людьми мы блюрим очень хорошо, почти что идеально. А вот неживые предметы, например, памятники, мы почему-то фон за ними размываем, но как-то не очень весело, и, в принципе, вы примеры этих фотографий сейчас наблюдаете. Видео мы пишем в Full HD. Оптической стабилизации я что-то не ощутил, динамический диапазон ни о чем, ну и плюс есть прекраснейшие артефакты на либо слишком хорошо, либо слишком плохо подсвеченных участках кадра. Не нравится? Не одобряю. Двигаемся дальше. Переходим к железу, и, естественно, по традиции мы начинаем со скриншотов. Пожалуйста, смартфон в центр кадра, и поехали. Вот вам результат в PCMark, Geekbench, еще один Geekbench, 3DMark, Antutu. О чем нам говорят такие цифры? Легкие игры типа того же Minigore, Badland, не знаю, что еще, Crossy Road какой-то там, я даже не помню, что это было, но пофигу какая-то такая игра была, а, я вспомнил, что это было, Cut the Rope, там Subway Surfers, тут это все будет прям летать, и графика будет красивая, и картинка будет плавной, и вы вообще не будете чувствовать каких-то тормозов или залипаний, или чего-то в этом духе. Все будет реально по красоте. Если мы говорим про тяжелые игрушки, про те же танки, я вам этого даже показывать не буду, потому что в этом нет смысла. Мы будем выдавать 30-50 FPS на минимальных, либо на самых минимальных настройках, либо вот что-то вот между ними. Если мы устанавливаем средние, мы будем видеть 20 FPS, это максимум. Я говорю, конечно же, про замесы. То есть с тяжелыми играми, например, с танками, тут есть проблемы. Графика будет пытаться адаптироваться самостоятельно, но вы навряд ли будете довольны красотой картинки, скажем так. Вот такие вот дела. Дальше, раз уж мы в скриншотах, вот вам первый скрин батарейки Antutu Tester, второй скрин, это уже PCMark. 6 часов экрана. Суммарно, это очень неплохой, как по мне, показатель. Процессоры, извините за оговорку, от Huawei. Здесь именно Kirin у нас установлен. Они, в принципе, им свойственно адекватное расходование энергии, когда на аппарат не происходит серьезных нагрузок. То есть, если вы почти не играете на своем смартфоне, а в основном вы разговариваете, смотрите YouTube, слушаете музыку, скорее всего, вам этого смартфона будет хватать на 2 дня, как нефиг петь. Имеется в виду его заряда полного. Будет хватать на 2 дня. Если игры вам не чужды, если вы постоянно пользуетесь максимальной яркостью экрана, и такие люди есть, у меня, например, жена, экран всегда держит на максимальной подсветке на своем смартфоне. Дмитрий Леонидович у нас почти всегда на минимуме тот же ноутбук даже смотрит. Вот. То есть, если максимальная яркость вам не чужда, если вы любите пользоваться камерами, их тут аж 3, и так далее, и тому подобное, то есть вы выжимаете из своего смартфона все. Каждый день вы его будете заряжать, и это инфа 100%. Дальше, следующий пункт нашего быстрого обзора это софт. Так, мы идем в настройки, мы идем о телефоне, и видим, что у нас сейчас установлен здесь седьмой Android, и Emotion UI 5.0.1. На смартфон пришло несколько обновлений, я не буду врать, я действительно не помню, сколько их было. Так, это вот одна обнова, видите, тут еще 5.0. Это вторая обнова, вот так вот она называлась, не знаю, почему я не заскринил больше информации. В общем, если я ничего не натупил и заскринил все, что я хотел заскринить, то у нас уже было два обновления, и есть предположение, что они будут еще, потому что аппарат списывать со счетов не стоит, он работает действительно быстро, если мы не говорим про игрушки, выглядит он очень даже неплохо, как по мне, имеет сканер пальца живенький, абсолютно адекватный и приятный экран, в нем есть мини-джек, вот и так далее, и тому подобное. Кстати, на верхнем торце есть еще дополнительный микрофон, систему шумоподавления, почему-то я об этом не сказал, не благодарите. Как по мне, до сих пор вполне себе актуальная рабочая лошадка, я надеюсь, обновы будут еще. Так вот, вернемся к настройкам. И что здесь хотелось бы из софтверных фишек отметить? Во-первых, стиль рабочего стола. Сейчас у нас установлен тот вариант, когда нет выделенного списка программ. Если мы ткнем вот сюда, так, чуть-чуть тупняка, и он у нас появился. Изи. Кому приятно так, кому приятно эдак. Дальше, помимо того, у нас есть возможность в экране регулировать цветовую температуру. Я думаю, это точно кого-то порадует. Помимо того, можно редактировать вот эти вот навигационные клавиши. Вон сколько пресетов. Ну и по крупному счету это все. Разве что еще стоит отметить наличие программ сбережения энергии. Первая, как бы вот в три раза увеличивает автономность аппарата. Вторая, это сколько получается, более чем в 10 раз. В 12. Вот такие вот дела. Но понятное дело, когда мы ткнем вот сюда, то у нас будет тупо звонилка, я так понимаю. Ну, в принципе, да. Телефон, сообщение, контакты. Без каких-либо серьезных приложений. Такую мы имеем картину. Суммарно, стоит ли покупать Honor 6X? Если вам нравится это устройство, если вас устраивает его цена, я ее специально не буду оглашать, кому она нужна. Вот прям стопудово до цента. Повторяю, ссылочка в описании на Gearbest, на эту карту товара на их сайте. Если вам нравится его внешность, и вот в этом плане я вас полностью поддержу, мне реально нравится, как выглядит этот аппарат, мне белые смартфоны практически никогда не заходят, а вот это именно тот случай, когда зашло. Если вам нравится качество получаемых фотографий, если вас устраивает уровень автономности этого устройства, и если мир игр где-то там далеко от вас живет, и вы, в принципе, не спешите к нему на свиданку, скажем так, Honor 6X абсолютно смело можно брать. Он точно удовлетворит запросы не самого требовательного покупателя. Он очень и очень годен, скажем так. На этом у меня все, с вами были Сергей Шихайлов и проект Firm.com. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и поделиться данным роликом со своими друзьями. Это очень нам помогает. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры подогнал